Беспорядки в Иерусалиме. В арабских кварталах полицейских забрасывают коктейлями Молотова. Мусульмане требуют открыть мечеть на храмовой горе, которую закрыли после недавнего теракта. Власти отвечают, что святыня и так доступна. Суть проблемы в материале Сергея Услендера. Столкновения в мусульманских кварталах Иерусалима и возле старого города продолжались всю ночь. Арабские подростки бросали в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью. Силовики отвечали слезоточивым газом и резиновыми пулями. Все началось еще 14 июля, когда три вооруженных араба напали на полицейских на храмовой горе, где находится мечеть Алякса. Все трое были убиты, при этом погибли и два стража порядка. Оба, кстати, оказались мусульманами. Убитые террористы граждане Израиля. Принесли они оружие с собой или оно было заранее спрятано на месте, сейчас выясняют следователи. Сразу после теракта и оценки ситуации, меры безопасности были усилены, вплоть до установки металлодетекторов при входе на храмовую гору. Дополнительные полицейские патрули сейчас дежурят в этом районе. Храмовая гора открыта для посещений. Мусульмане Иерусалима отреагировали на решение властей с небывалой яростью. Лидеры исламской общины запретили молиться в мечети Алякса до тех пор, пока там проверяют входящих. Закрытие Аляксы произошло впервые за много лет и это очень опасный шаг. Это преступление против ислама и палестинского народа. По всему миру прокатилась волна протестов. Даже лидер Чечни Рамзан Кадыров выступил с осуждением. Официальный Иерусалим в полном недоумении, ведь меры безопасности были усилены после теракта, в результате которого погибли мусульмане. В правительстве уверяют, мечеть Алякса никто не закрывал и не собирается этого делать. Храмовая гора с ее святынями – настоящий камень преткновения для любого мирного процесса и постоянный повод для беспорядков. Каждый шаг израильских властей, любая попытка хоть что-то отремонтировать в этом районе наталкивается на сильное сопротивление мусульман и обвинения в намерениях разрушить мечеть. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер.